Доброй ночи, дорогие зрители! Начинается у нас предпоследний матч данного вечера. Вечера 18 июня 2015 года. Больше этот день не вернуть, дорогие зрители, чтобы вы понимали. Больше 18 июня вы никогда уже не увидите и не вернёте. Ну и матч, конечно же, Fnatic против Titan на карте TheCash этого. Вы уже тоже не увидите. Fnatic выигрывает ножи. Остаются, конечно же, в защите. Покупают одни, покупают другие. 298.50 на Fnatic. Такая большая ставка. Ну, Fnatic фаворит, конечно, но... Нет, всё-таки тут без ноны. На Fnatic действительно должны победить. Titan показывает в последнее время не самую лучшую игру Fnatic, в принципе, уверены в себе. Ну, только везение, мне кажется. Большое везение в этом матче может помочь команде Titan. Потому что Fnatic будут делать всё то же самое. Гнуть свою линию, также круто стрелять и, в принципе, не париться. Делать то, что они умеют. Там. Хэдшотить, хэдшотить, хэдшотить. Ну, что-то, что-то такое, дорогие зрители. JV. Убивает у нас просто с подсадки троих на леке. Рпк пытается навесить, и получается. Ситуация 2 в 2. Кримс и Пронакс. JV. Такс играл на пятёрочку, а вот тиммейт подкачали. Пронакс и Кримс ворвались в мейн, и, по-моему, кто-то с бомбой кого-то слышал. Да, маньяк, скорее всего, слышал только что своих оппонентов. Играет с Успком, но Кримсу удалось забрать Рпк, и погибает также маньяк. Счёт становится 1-0 в пользу команды Fnatic. Изи. Изи скинс, изи лайф. Как-то так. В МПшке Фамоса МПшке по 90-е у нас у Флушки имеется. Ну, тут всё хорошо. Закупились, правда, и Титаны ещё. Пронакс. Фронакс начинает нашивать у нас кинеса. Хорошая работа. Маньяк. СП-250. Играет агрессивно. Фронакс. Начинает нашивать. Экзистенс просел. Фронаксы заметили. Фронакс. Начинает откидывать гранаты. Пролетает флешка. Фронакс играет довольно-таки уверенно. Забирает у нас всё-таки капитана команды Фнатик. Минус Кримс. Лофф Мейстер. Флуша остаётся один против троих. У Флуши по 90-е, но при этом по ХП у Титанов большие проблемы. Флуша чекает левый угол. Забирает сразу же Эрпикея. Флуша один против двоих. Экзистенс и Маньяк. Пролетает флешка на Мейн. Флуша продолжает противостояние. Обрывается на трактор. Выбирает Маньяка. Пытались вместе сыграть игроки команды Титан. И всё-таки попали флуши в голову. Но теперь шансы равны. Практически. Два ХП у Экзистенса, однако у Флуша это быстрый автомат. Но всё-таки если Экзистенс попадёт хотя бы один патрон сейчас в игрока команды Фнатик, всё-таки капитан команды взял бы этот раунд. Экзистенс думает, что Флуш находится на пленте. Пытается его обмануть, перехитрить. 15 секунд. Экзистенс играет аккуратно на шрифте. Заходит на плент. Но Флуш-то тут нету. Бомба будет совсем скоро устанавливаться. Флуша хороший тайминг и минус Экзистенс. Как же чётко и грамотно этот парень отыгрывает клатчи, дорогие зрители. В итоге М-ка от ЖВ МП-шка от Кримза и Олаф Мейстер с петушком. С петушком. Ол Парж это Фрунти Дудди, ты так понимаешь, ты мне пишешь. Подписка на каналы, на любые каналы, на Твиче отключает не всю рекламу. Вот твой значок Турбо, он отключает по-моему всю рекламу. А... Причём на всех каналах, мне кажется. А подписка на тот или иной канал, она отключает практически всю рекламу. Но бывают какие-то особенные рекламные акции у Твича, которые даже подписчикам не перекрывают её. Но в основном все подписчики, например, у меня есть свой канал Твич ТВ Сенний, там куча подписчиков, вот они не получают рекламу. То есть, ни один мне подписчик за всю мою, там, уже двухлетнюю стримерскую карьеру не говорил, что там у неё включается реклама. Ни разу, такого не было. Кеннис с П-250, врывается на точку Б, хороший хитшот по Проноксу, тот погиб в Вентруме, Примс по 90-м на пленте, остается маньяк один против двоих, бомба выпала возле Б, ну и маньяк остаётся в Вентруме. Начинает смещаться, 30 секунд. Но Примс прекрасно слышит, маньяк, однако, взял МП-шку, извините, М-очку, почему-то М-ку ЛМП-шкой называть. Не знаю даже почему. Ух, тут живи. Как спрятал голову. Как этот. Жираф, хотел сказать я. Но это не жираф, это Страус. Это Страус. Кеннис с АВП. АК-47 покупает парня из команды Титан. Пять эмак у нас у команды Фнатик, 4 АК-47 у команды Титан. Наверное, Титаны спешить не будут. Займут они. Позиция, ну а Джи-Ви опять, кстати, подсадили. И Джи-Ви никто не смотрит. Джи-Ви находит одного, проедает дальше, подбирает снайперскую винтовку и резко Джи-Ви будет ли стреляться? Почему он сплатил ВП, я не знаю. Видимо, побоялся, что патрон заканчивается, хотя патроны были и он мог отстреливать оппонента. Но все-таки взял АВП и не промахнулся. Капитан команды Экзистенс погибает и понимает, что возможно еще один игрок атаки где-то рядом, близко в дверях. Получил информацию от Олаф Мейстер и начинает нашивать маньяка. У маньяка остается 100 на 100. Не попал Олаф. Однако Фнатика все равно больше. 3 в 2. Фнатики в защите. Олаф зашел в дверь, решил пролезть, но маньяк был к этому готов. Кримс и Флуша 2 в 2. РПК маньяк. Бомба на руках Кримс за дверью. Тут вот кто кого. Важный момент. Будет ли видно дула? Кримс! Не ожидал почему-то выхода из дверей, хотя вроде как там был игрок атаки изначально. И можно было ставить, наверное, где-то вдалеке на плент и затащить этот раунд. Но Флуша, 1-2. Один из лучших клачеров мира попытается затащить еще эту ситуацию. Откидывает флешку на мейн, заходит аккуратно на плент, прокрался в смок. Игроки команды Титан не подозревают, что Флуша уже на пленте. В итоге Флуша заметил 1 мол, заметил 2-го и легко и просто затащит этот раунд. Чекает мейн. Ой, коктейль Молотова. Ты какой? Но коктейль-то не задел флешку. Флешка начинает депузить бомбу и это коктейль мимо. Флуша тащит очередной важный для себя раунд. Да уж, дорогие зрители. Да уж. Флеш хорош. Ну, коктейль Молотова. Коктейль Молотова просто в никуда. Ошибся у нас игрок атаки. Но боялся, за что Флуша его убьется в тот момент, когда игрок атаки вышел как раз-таки кидать этот коктейль. И из-за этого гранат пошла явно не туда. Легко и просто Флушка затащил раунд. Опять Флюш пишет. Опять и снова лучший клатчер мира. Но если не лучший, то один из из явно. Все вы помните прекрасно, да, в августе 2014-го года, когда Нави играли с Фнатиками. Фнатики тогда были не настолько сильные. Ух ты, Апекс сумел подсадку-то забрать. Стандартная подсадка Фнатиков. Фнатики решили не тренировать, скажем так, подсадочку с бортика. По стариночке делают. И в итоге стандартный прострел. Апекс сделал минус 2. Слушай, остается 1-4. Ну что, такой клатч потащит или нет? Спрей пошел мимо. Маньяк делает хэдшот. Титаны берут свой первый раунд. И у Фнатиков скорее всего нет денег, потому что Флуша выживал 1. И, соответственно, всю свою экономику они растеряли. Ну и в прошлых раундах тоже постоянно погибали игроки шведской команды. Ну и все вы помните карту Денюк, когда Флуша разыграл невероятный раунд там то ли 1 в 2, то ли 1 в 3. Он был на девятке, проверил Бобуна, потом спустился по лестнице, пошел на шифте, на шифте, на шифте, зашел в Гвардиану спину и потом еще раз дефузил Бобу. Тогда еще Флушу обвиняли в том, что он якобы подсматривал там на мониторы какие-то вдалеке, вдалеке, вдалеке. И что все это он затащил не просто так. Но на самом-то деле вот те раунды, которые Флуша берет сейчас, они тоже доказывают, что все-таки все это одна большая цепочка и этот игрок действительно играет классно. Он четко знает, что делать и самое главное играет необычно. То есть берет необычные клатч раунды, скажем так. Иногда отталкивается от своей стрельбы, иногда отталкивается от логики, а иногда вообще действует алогично. И это решает, скажем так. Флуша с эзэшкой Кримс с П20-50. смещается на Хелпу. Кримс с П250. Игрок с бомбой смещается в вентиляцию. Ну и Титаны выходят на точку Б. Флуш с первым армором чекает ближние позиции. Бомба будет совсем скоро установлена. Флуш чекает Хелпу. Возможно убьет Кинеса, если зайдет к нему в бок. Или все-таки засейвит первый армор. Судя по всему сейвит первый армор. Слушай, в следующем раунде ну фнатики делали эко-бай. В следующем раунде придется опять сделать эко. И как раз-таки можно будет реализовать данный девайс. Сегодня через планшет сидишь никакой рекламы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот-вот-вот-вот так вот. Я у тебя не получаю рекламы без доната. Просто бабки зарубить хотят все. Нет, через планшет, через Apple, через Android действительно нет рекламы. Но, кстати, в какой-то момент приложение от личной телефоне ввело рекламу. А потом почему-то ее отключило. Потому что, ну, помните, наверное, кто часто смотрит с телефонов на Android. Было недавно такое глобальное обновление приложения. И там оно было настолько глобальным, что оно даже не обновляло старое приложение, а просто вышло новое приложение. Старое нужно было вручную удалить. И в итоге была реклама в приложениях на Android. Но почему-то резко пропало в какой-то момент. Кримс Успик. Флуша Успик. Экзит вонс АК-47 М-ка от Кенеса. Придает ХЕ-шка. Флушечки. Флуш погибает. Кримс остается один против пятерых. РПК умирает. И счет становится 4-3 в пользу команды Fnatic. Фнатик. М-очка. М-очка от Фнатиков. М-очка от Титанов. Не, на самом-то деле действительно те люди, которые там не смотрят рекламы, пользуются блоками, они просто не понимают, что на самом-то деле система устроена глобально, и просто в какой-то день не говорю я, а просто какой-нибудь там ваш любимый стример, или, например, вот тот же Пинги, знаете, такой комментатор по доте, ну, мне, например, очень импонировал, просто в какой-то момент человек пишет, все, я больше не буду стримить, и все, и забивает, ну, и кому от этого стало проще, легче, и так далее. И точно так же в какой-то момент там какой-нибудь турнир, типа ESWC скажет, ну, все, мы перестаем существовать, потому что, все устроено немножко глобально. Поэтому, если есть возможность смотреть рекламу, конечно, смотрите. Для вас это, по сути, одна маленькая рекламка, а для турниров, когда это массово, это возможность существовать. И для комментаторов, и для стримеров, и так далее. GV делает килл, в мейне погибает. У нас один из игроков команды Титан. Титан в меньшинстве, ситуация 3 в 5. GV с эмкой. Решил дальше поджать. Но вот, чрезмерная агрессия все-таки иногда подводит у нас GV-шку. Существует часто ситуация, когда он просто не может себя остановить. Поджал один раз, потом жмет второй раз, третий, и... С другой стороны, эта агрессия постоянно вот во Фнатиках она решает. На дистанции, скажем так. Кай-джи сейчас погиб, но в следующих раундах он точно так же войдет, и все-таки сделает свои 2-3 килла, спасет команду Фнатик в очередной раз, и ребята возьмут кучу-кучу раундов. Поэтому... Все-таки все, что делает GV... Ну, вообще, каждый игрок команды Фнатик, все, что он делает, пока что это работает, и пока что это правильно. Это та схема, к которой должны, наверное, стремиться многие. Хотя, с другой стороны, у каждой команды своя схема. Также есть прекрасная команда TSM, например, которая очень схожа с Фнатик играет, но эти парни наверное делают больше тактик к этому элементу игры я не относится серьезнее, наверное, чем Фнатик. Также круто стреляют и порой обыгрывают парня друг друга. Ну, и бытует мнение, что TSM первая команда в мире, бытует мнение, что Фнатики первая команда в мире. То есть там уже мир разделили на два клуба, но бытует мнение, которое до сих пор думает на-ви! на-ви! С пивасом, с пивасом с семками на-ви! Ой, шучу, дорогие зрители. Пронакс, за дверью. Лофмейстер на пленте, Кримс. Флуша с эмочкой. Готов принимать выход на точку B. Титаны подходят, ситуация 5-4. Флушка видит лентрум. Ой-ёй-ёй, как же много флешек. Схватили игроки команды Фнатик. Флуша, погибает, на пленте никого у нас нету. Мк сверху, в девятке. Бомба устанавливается. Кеннис забирает Кримса. Ситуация 2-5. Олаф начинает нашивать минус экзистанс. Олаф на хелпе. Погибает. Апик сделает хороший хэдшот. Пронакс 1-4. РПК. СТК с 47-ым. Калаш у нас на пленте. Пронакс с камочкой забирает маньяка. Неплохо. Неплохо для команды Титан. Сумели зайти на точку Б, забрали флушу и берут очередной раунд. Давайте посмотрим на деньги. А денег-то немного. Денег нету и в итоге придется, наверное, делать экз с одним девайсом. Пронакс с камкой сэйвит все-таки на точке А. РПК проверяет двери. А Пронакс-то не было. Он вдалеке за ящиком. Пять. У Фнатик четыре у команды Титан. Четыре АК-47-ых у Титанов. АВП у Кинниса. Деглы эмки. Деглы успки. Эмки. Эмка у Пронакса. Он ее засейвил. Шесть раундов остается. Шесть. Пронакс. Перестерил и тапится. Хороший хэдшот. Киннис погибает. Экзистент. С АК-47-ым падает Фентрум. Играет дальше. Кримс под девяткой. Титаны играют уверенно. С каждым раундом. Кстати, все увереннее, увереннее. И вот против Фнатик так и нужно. Фнатики давят, душат. И ты должен душить и давить Фнатиков. И только так можно обыграть этих великолепных шведов. Пронакс. На девятке. Чекает план Б. Получает коктейль Молотова. Пронакса обезвредили. Можно заходить. Однако Дживита на нижнем этаже ловит смок. Начинает зашивать. Получает ее как много демеджа. Потому что пульты, которые вылетают из смока. Прекрасно титаны видели. И в ответ в итоге Дживи получает 86%. Потерял. 14 хп остается у Дживи. Играет СК-47-ым без дефузов. Нужно поторопиться, но шансов, конечно, немного. Потому что перекрестный огонь команда Титан. Один на пленте, один под вентиляцией. И Дживи просто остается. Возможно, кого-то подловит. Но в целом, конечно же, это сейв. Пятый раунд. Берут титаны. Временная ничья. 5-5. Хотя остался у нас Дживи. Все-таки нужно. Все-таки нужно ему подловить. И он там прекрасно делает. Бомб взрывается. РПГ погибает. Экзистенс подбирает снайперскую винтовку. 5 раундов остается у нас в первой половине. Но денег у ФНАТИК все равно немного. Дживи засейвил АК-47 докупит второй армор. Как раз-таки у него будет всего-всего очень много. ЛОВ взял снайперскую винтовку. 2Мки ФАМАС. У команды Титан в ответ все хорошо. Второй армор и снайперская винтовка от Кенниса. Много коктейлей молотова. Они могут, в принципе, организовать любую раскидку. Будь то на А, будь то на Б. И, опять же, коктейли молотова на карте ДКэш очень важны. Потому что здесь коктейлями можно отгонять за дверью и за дальнего ящика на Плэнте А, например. Или на бета уже между ящиков. Кидать коктейли и отгонять. Апекс. Из мейна. Агрессивная игра от команды Титан. Подловили Пронокса. Ловит также Апекса еще и Дживи. А тут последний Криниус. Хороший спред. Игра команды Титан. Кеннис через дверь. Выходит. Начинает искать на Плэнте. Попадает одному хотя второму хэдшот. Минус от Кенниса. Браво. Ну и все. Оллов может уйти на сейф. Луша может уйти на сейф. И это шестой раунд для команды Титан. Довольно-таки простой раунд. Показали нам Титан. И зашли просто мейн. Но они не знают. Они знают, что фнатики любят нашивать смок. Любят подходить вблизь. И когда один из игроков прошивает, можно выходить просто без ничего и ловить своего оппонента на перезарядке. В итоге Апекс этим воспользовался. Вышел, подловил. Сделал один килл, второй килл. Ну и мог, в принципе, и третьего убивать. Но там уже Кеннис подключился. 6-5. В пользу. Команды Титан, дорогие зрители. Сейф от команды Фнатик. Олаф с АВП. Сэмки Флуша. Дживи, наверное, купит. Флуша может дать Фамас. Олаф купит второй армор. Интересно, будет ли Фнатик покупать в этой ситуации. Или все-таки сыграют, опять же, в два девайса. Бомб взрывается. Кеннис сейвит в дверях. Подловили, кстати, каков команды Титан. Кеннис уходит поближе. Пытается стрейфиться. И... Олаф дал ему уйти. Не стал воевать до конца. Ну что, Олаф может дать Фамас. Фамас может дать Флушка. Дживи может купить сам. Да. Фнатики покупают. Фнатики не любят лишний раз сливать. Наверное, каждая эко, оно демонстрирует твою слабость. Именно под таким девизом у нас идут идут. Идут. Ребят с командой Фнатик. Кеннис подавил Дживи. Кримс делает килл. РПК погибает. Кеннис смотрит дальше девятку. Ловит Флушку. Ситуация 3-4. Но Апекс-то отвечает за вентиляцию. Но там еще один игрок в команде Фнатик. И Апекс его ждал. Остается Олаф Мейстер. Титаны с каждым раундом играют все сильнее и сильнее. Олаф Мейстер. СВП. Олаф. На КТ-спауне. Апекс. СК-47. У тебя в партнерке прописано отключение программы. Партнерка старого образца, Синевич. У других ребят, на которых я подписан, есть партнерка нового образца без функции отключения рекламы. Из-за чего стабильно вижу рекламные броги. Ух ты, Фрути Дуди. Значит, ты должен обязательно теперь подписаться на меня, потому что у меня партнерка старого образца, мой дорогой друг. И ты не будешь видеть рекламу. Так же, как и на всех каналах Шторм Студии, кстати. Вы тоже можете подписываться. Кстати, скоро подписка будет работать на всех абсолютно каналах. Правда, когда скоро, я не знаю. Я говорю, скоро. Мне тоже просто говорят, скоро. Ну, когда, Синя? Я говорю, скоро. Подписка будет и на Доту, и на разные каналы по Counter-Strike. И что мы так еще стримимим будем? Какой-нибудь Хардстоун, наверное, будем стримить когда-нибудь. Да? Ила, кстати, у нас тоже разбирается, наверное, в Хардстоуне. Ну, если честно, если, мне кажется, если подписка нового образца, партнерка нового образца не отключает подписка, не отключает рекламу, мне кажется, подписка действительно довольно-таки бесполезная вещь, потому что, если ты хочешь помочь стримеру, ты ему задонатишь. Подписываться ради логотипа только в чате, ну, можно, конечно. Но зачем дарить твичу тогда полтора доллара или там два с пяти? Мне кажется, проще, если есть пять долларов, задонатить стример. Экзистенс. С АК-47-м. Пытается перестелять центр. Кримс погиб. Команды Fnatic. Экка. Ну и, судя по всему, возьмут восьмой раунд. Игреки команды там. Апекс. Кстати, Апекс играет очень хорошо. Если бы не Апекс, там, на честь, испытывали большие трудности. Но так Апекс просто гоняет своих оппонентов. Флуша забирает Апекса просто хэдшот через стену. Один, второй, свидание. Погибает нас Апекс. Нашли Олаф Мейстра. Дживи и Флуша остаются в доме против четверых. Кеннис с АВП находит Флушку. Хороший фазум. Дживишка с ЦЗ. Кеннис ставит бомбу, но Дживи вряд ли будет сейвить свое оружие. Он пытается реализовать свой автомат-пистолет и погибает от маньяка. Счет становится восемь-пять в пользу команды Титан. ВП Олаф Мейстра. Крим с Эмкой. Дживи Эмка, Флуша Эмка и Пронок с Эмочкой. 4К47 у команды Титан. Кеннис с ВП. Занимает парня из команды Фнатик. А Кримс на пленте Флуша с Эмкой. Фнатики. Готовы действовать. Флуша. Погибает траншея. И Титаны опять же могут быстро переходить на точку Б. Они понимают, что на Б пленте максимум один человек. Кримс тоже все это прекрасно осознает. Начинает накидывать в ответ. Флот Мейст отобирает Кенниса. Кримс меняет свое место расположения. Находится вблизи за первым ящиком. Ну и вроде как позиция хорошая. Накидка гранат. Догадывается Титаны скорее всего, что на пленте один из игроков защиты. Но все-таки Кримс делает свой килл. Уходит дальше теперь за второй ящик. Знает, что Б плент будет окружать с двух сторон. Кримс прыгает и погибает от Апекса. Джи Ви остается один вентиляции против троих. Мы вроде как все позиции должны быть перекрыты. Джи Ви падает и делает минус 2. Что делал Экзистенс? Минус 3 от Джи Ви. На ровном месте. Что это? Удача, скилл, везение от Джи Ви. Казалось бы, одна маленькая точка вентиляция. И самое главное эту вентиляцию смотрел капитан команды. Он не убил, второй игрок был боком, третий игрок не перестрелял. Вот и раунд. Шестой для команды Фнатика. Такой раунд может стать ключевым. АВП у Джи Ви. Цзшка у Флуши, две Эмки и Фамас. Четыре АК в ответ от команды Титан. Джи Ви зашел у нас за дальний ящик, принимает мейн. Флушка поджимает вместе с Кримзом. В точку Б погибает РПТ, Флуш пытается поменять свой девайс. Нет, уходит. Сохраняет ЦЗшку. Не идет за Калашом. Шронок за трактором. Знает, что маньяк играет в дверях. Ну и Пронос подловили. АПЕС через смок прошивает. Кримз заходит на холпу. Убивает маньяка. Олфмейса поджимает спину. Бомба выпала. Остается последний игрок команды Титан. Такенес. И вот обратите внимание, что Фнатики все равно как бы тяжело для них игра не шла. То есть не отказываются от своего стиля. Может быть это все-таки интернет поединок. И Фнатики выступают в роли команды, которая все равно прошла на ландфиналы. И поэтому не парятся, пушат дальше. Скорее всего. Потому что если бы опять же серьезный какой-нибудь турнир, мне кажется Фнатики бы сидели и играли в каждом раунде аккуратнее и аккуратнее. Но опять же в той ситуации если Фнатики проигрывали вот как сейчас. То есть сейчас проигрывают все равно пушат. Если бы на лане проигрывали вряд ли бы. Мне кажется сидели бы на своих позициях и ждали бы пока Титан их не придут. Но с другой стороны о чем мы рассуждаем. Фнатики на лане доказывали кучу раз, что они являются лучшей командой в мире. Ну если не лучшей то одной из двух лучших. Сеня, пожалуйста, прочти. Нет такого слова нету. Хорошо, мой дорогой друг. Много чего у нас нет, только языку свойственно меняться тоже со временем и в разговорном языке. А собственно сейчас я с вами общаюсь, мои дорогие зрители. Можно и нету говорить. Кстати, я когда-то гуглил, даже у Пушкина в каком-то стихе было. Слова нету. Слова нету. Словари энциклопедии на академике. А, да, у Пушкина. Ты шутишь? Нету. Кто сомневается, посмотрите. Это вторая ссылка. Вторая ссылка у великого поэта русского Александра Сергеевича Пушкина. Есть слово нету. Как вы можете это объяснить? Флуша начинает нашивать нас смог. Успик у нас у Экзистенса Титаны находятся в вентиляции. Фнатики. Фнатики халдят. Играют через мейн РПК. За дальним ящиком Кеннис с Успиком принимает вентиляцию. Половину карты отжали шведы. Начинает действовать за дверью Апекс. Отличная реализация пистолета 5-7. Кримс и Олаф Мейст от 24-х. Не сумели. Бомба выпала пода. Меняется место положения Апекса. Ушел из-за дверей. Но Фнатикам это нужно прорывать точку А. И сделать это будет крайне тяжело. Судя по всему Титаны возьмут девятый раунд дорогие зрители. Вот такие вот дела. Есенин, расскажи как Virtus.pro стали из русского состава польским. Очень просто в какой-то момент русская просцена еще начиная с Counter-Stack 1.6 испытывала огромные трудности. Потому что был состав М5 когда Фокс Дося Хектом Ромочки и так далее. Это был по сути лучший состав на тот момент Counter-Stack 1.6 Но при этом этот лучший состав занимал там 4-5 место в игре. 6-ое. Играл довольно-таки нестабильно. Потом произошла смена версий. И как бы все еще стало печальнее. И соответственно организатор Virtus.pro подумала блин, а зачем нам тратить сейчас средства деньги и так далее. Давайте возьмем хорошую жесткую команду из Польши. Поможем этим ребятам и они будут защищать наши флаги. Вот и все. Все очень просто. RPG выбирает нас в лушу. Маньяк делает размен. Маньяк делает еще один. Килл. Офмейстер один на коннекторе против ДАИ. Подобирает М-ку. Понимаешь, сточить нужно. Делает хэдшот. В экзистансе остается 10 хп, но фнатики отдали еще один раунд ребятам из команды Титан. Денег нету. Фнатики делали эко-бай и в итоге Титаны успешно справились с этой ситуацией. Теперь глоки. Дезерт игр у лав мейстера. 4 глока. Ну, а на самом-то деле следующий раунд будет довольно-таки интересен. Если Титаны сыграют 11-7, потом 12-7 в случае реализации первого бая. Дальше 13-7. А там уже и хвостик может подгореть у команды Фнатик. Интересно, что у нас на сайтах вошли. Ага. Что на сайтах тут? 18% всего лишь на Титан. Кто-то сегодня может поднять ой-ой-ой-ой как много скинов. Экзистанс собирает Промакса. На центре Апекс. Отлично. Спроит 109 минус Бимс и Флуша. 11-7 Титаны. Начинается самая интересная часть этой карты. Фнатики отстают. У Фнатиков хороший бай. 5 АК 47-х. Еще лучший бай, естественно, у Титана. Вторые первые арморы. Куча гранат. Хотя, на самом-то деле... Нет, лучше у Титана, согласитесь. Ну, лучше, потому что АМК дороже, чем Калаш. На 28 тысяч они закупили сверху у нас цифры 28-829 практически. На 22 тысячи, на 23 тысячи Фнатики. Но это потому, что АМК стоит. Дароже Калаша. Хотя, на самом-то... Ну, кто-то говорит, она эффективнее, кто-то говорит, нет, но... Калаш убивает с одного голову, с одного голову. АМКа нет. Хотя, АМКу очень-очень легко контролировать. Вот, в плане спрея. У него там недавно тестировал. Практически там два патрона летит в одну точку, если их сразу выстрелить. Размен произошел на карте. АЛОФМАЙТЕ погиб в мейне. РПК умирает у команды Титан. Экзитанс 1 на планете Б как раз-таки на капитана команды Титан пойдет выход шведского коллектива. Справится или нет? Ну, желательно убить, конечно, хотя бы одного своего оппонента и потом навесить еще один хэдшот. Или подождать хелпу. АПЕКС умирает. Вон-таки агрессивно награл АПЕКС, как всегда, и застали РАФЛОГ. Капитана команды Титан. Экзитанс умирает. Фнатики все-таки возьмут, наверное, восьмой раунд, но у Титанов, наверное, будут деньги. Да. Если маньяк засейвит, если Кеннис засейвит у Титанов, все будет в порядке. Кстати, маньяк видел, что неплохо тень Дживи, падающего с пристройки Дживи не провел под собой. Ну и маньяк удалось сделать свой минус. Ну а теперь нужно уйти просто. Далеко-далеко. Ситуация 2 в 3. Маньяк чекает хелпу. Кеннис красный в дверях. Это восьмой для команды Фнатик. Что сделал сейчас Экзистанс? Спрашивают. Экзистанс отыгрывал на флешке, он пытался кинуть моменталку перед собой, просто не угадал с таймингом. С другой стороны, наверное, в этой ситуации не стоило вообще брать гранаты в руки. Он кинул правильный коктейль Молотова, и вот в таких ситуациях нужно играть четко на стрельбу. Ну вот я, например, тоже любитель просто покидать гранаты, и я понимаю, что хотел сделать Экзистанс, но нужно было четко выйти уже за ящик, и вот была-не была. Дело в том, что в КСе современном, да и в КСе прошлого, бывают ситуации, когда ты вот просто не можешь уже никуда уйти. Тебе нужно просто играть на стрельбу и делать, выжимать максимум одного, двух, троих. А вот Экзистанс пытался кинуть там флешку, разыграть, отойти, сместиться. Хотя позиция, конечно, очень тяжелая. Просто на пленте зажаться всех сторон, и там, ну, там ты не разыграешь, там нужно играть просто до конца и хедшотить. Поэтому, мне кажется, вообще Экзистанс не самый лучший персонаж как раз таки для точки Б. То есть, на таких вот опорных пунктах нужно ставить лучших игроков, чутких аимеров прежде всего. А вот тех ребят, которым нужно пространство, нужно ставить на хелпующие роли. Там бегать между, ловить тайминги, как раз таки откидывать те самые гранаты нужные и так далее. РПК и траншеи. Играет ЦК 47-м. Джи Ви. Действует через вентиляцию. Проверил все ближние позиции, чекает за ящиком. Флуши откидывает смок на девятку, ну, а там Экзистанс. Как раз таки сейчас Экзистанс выполняет роль хелпующего игрока. Экзистанс. Спрейт, забирает флушу. РПК. Апекс. Тоже подходит под точку Б. РПК у нас вообще там находится, по-моему, на пленте. Да. Апекс подошел. А тут последний Джи Ви, и Джи Ви минус. Убрал на Апексов все-таки. 12-й для команды Титан и у Фнатиков проблемка. Джи Ви 1800, 1500. Три игрока есть, два игрока нету. Любят снатики делать в таких ситуациях волевые раунды. Если возьмут волевой и проиграют от до 13-й, тогда могут загнать себя вообще далеко в угол. Поэтому Фнатики не покупают. Кстати, интересный момент. Команда, которая, наверное, в 70% нет. Все-таки подумали, фристайм закончился, они стояли, все думали. Я поэтому хотел уже сказать, в 70% раунда в 80% таких случаев покупает, сливает. Но в Снатики все-таки не сумели переосилить себя, а не купили. Очень сильно рискуют. Вторые, первые арморы, два калаша. Кстати, не знаю, почему Крим до конца не купил. У него дигл. Ну, купил просто дигл, второй арморы и деньги остались. Апекс. Ловит у Лофмейфа на подсадке. Апекс стреляется дальше, попадает под ЖВ очень сильно. 10 хп стоит всего лишь у ЖВ, 15 у Апекса, но он меняет свое место. Преимущество хорошим Титаны. Напоминаю, если возьмут 13-й, денег у Фнатиков не будет, это 14-й. И два рауна всего лишь нужно будет взять парням из Франции в сильной половине, в сильной стороне на карте Декэш. Проноска 47-м. Играет на шуте. Кеннис перестреливает своего оппонента. ЖВ 10 хп, Крим 72. В этот момент маньяк поджимает нас в мейн. Маньяк рискует, но в итоге риск, скорее всего, себя оправдает. Скаут Апекс непонятно, чем занимается на центре. Просто вышел постреляться, при этом было всего 15 хп. Один патрон из Калаша, даже полпатрона из Калаша и минус Апекс. Кримс и Джи Ви. Джи Ви играет аккуратно на халпе. Спину поджимает уже маньяк, замечает оппонента. И... И везет. И везет команде Фнатик. Заняли коннектор. В этот момент Кримс действует в вентиляцию, убивает экзистенса. Джи Ви понимает, что, наверное, стоит уйти все-таки на точку Б. РПК на А. И в какой-то момент игрок с бомбой начинает действовать. Шестая секунда. РПК делает свой минус и тащит принципиально важное надо своей командой. Что сделали Титаны? Я не знаю. Кримс сделал квадрокилл, но все-таки французы затащили. 13-8. У Фнатиков проседание, но есть Кримс АК-47. Вместо того, чтобы сейчас взять на легкие 14-ые Титаны все-таки создали себе трудности, потому что этот парень довольно-таки опасный человек. Давайте смотреть за Кримсом. Он сделал только что 4 килла и остается со своим АК-47. Ай-яй-яй, ВП подписывали всегда русских составов и кинул Ангел и кинул... Да, кстати, забыл я вообще эту всю историю. Прошу прощения. Про ВП. Про ВП я забыл огромный кусок. Я просто забыл. У меня с памятью уже... С памятью уже все. Кабелла достала. На самом деле, у ВП был русский состав, потом в CSGO действительно играл Ангел, но потом в какой-то момент как-то не поняли друг друга. игроки из команды ВП, организации из команды ВП. Кстати, про он зарезал Кенниса. В этот момент Кримс забирает маньяка и просто глокий пистолет P250 и команда Шнатик все равно остается в игре. Экзистенс на центре. Играет с Фамасом вблизи за ящиком GV. Он прячется. Слышал Экзистенса, а тут в хедшоте 26 хп. Осталось слишком мало хп у капитана команды. Если было бы побольше, возможно бы затащил. Ну а так, бомба устанавливается. Экзистенс пойдет ли сейвить? Неужели он думает, что бомба на Б? Да, он думает, что бомба на Б дорогие зрителя. Выходит под флешку проверять ближние углы. Никого здесь нету. Бомба-то находится на А. Ну это сейв. Это девятый для команды Фнатик. Ну и, соответственно, менеджеры ВП не поняли команду. Команда не поняла ВП. Пришлось расформировать состав. И действительно, просто в какой-то момент была команда без спонсора. Старый добрый состав из Counter-Strike 1.6 есть Virtus.pro. По-моему, кстати, не знаю, что они уже были молодые игроки, там, Биали и Снакс, да. Биали и Снакс уже были. И, на самом деле, правильно поступила тогда команда Virtus.pro. Я абсолютно поддерживал это решение. И сейчас его поддерживаю. Потому что, вот, когда тебя начинает бесить, вот, наш этот подход, знаете, СНГ-шный, ты просто, у тебя есть шанс при этом взять старый добрый Golden 5, там, по акционной цене, скажем так. Потому что, в принципе, долго поляки не могли найти себе дом. А команда стоящая, команда заслуживала хорошего к себе отношения, хороший состав. И в итоге Virtus.pro подписывают этот состав. И с тех пор, с тех пор, медведи с польским флагом в Counter-Strike в Global Offensive. РПК. С эмочкой играет Траншей. Чекает подходы к Бэплинту. Но, в целом, это эко, дорогие зрители. И что самое главное? Титаны сейчас, знаете, что сделали? Они, ой-ой-ой, как себе усложнили победу, которая была вот уже. Вот уже. Но это Фнатики. Опять же, это команда, которая вот... Фнатики сейчас напоминают, знаете, НИПов старых добрых, которых когда-то давно лишали. Вот точно так же. НИПы вот... Уже были игры, где вот НИПы, ну вот, вот все. Вот вы даже, кстати, не помните. Была такая игра, когда, чтобы вы понимали, DAS 2, НИП против, там, какой-то пятой команды Швеции. Гзист остается один в четыре. И раунд стоит бомба, он за защиту. И если бомба взрывается, вот это топ-5 Швеции выигрывает, и НИПы проигрывают свой первый матч в CSGO. Там как-то так было. Игзист кидает смок, делает Нинджа Дефуз один против четверых, тащит раунд, потом НИПы тащат до допов еще пять раундов, остаются в противостоянии, выигрывают допы и выигрывают потом турнир. И вот то же самое сейчас вот для команды Фнатик. То есть, казалось бы, сейчас тот раунд Титаны отыгрывают стабильнее, потом ЭКО полный у Фнатиков, счет бы был уже 14, какой там, 8 или 9. по баю Титана все хорошо, у Фнатиков были бы там пускай калаши, но все равно это какая уверенность. А сейчас в итоге 13-11 скорее всего, у Фнатиков хорошая экономика, даже если отдадут Титанам там 14, все равно купят и все равно будут навязывать какую-то свою серьезную игру за атаку. Ну, посмотрим. Экзистенс у нас на девятке. Попадает хороший шейтшот, уж погибает, Живишка с СЗшкой, Олаф принимает пину, замечает Арпикея, маньяка Экзистенс на твоем против троих. Живи уже обратили внимание, проверил только что под собой в данном матче. Маньяк забрал Живи пару раундов назад, но и Живи ЦЗшкой замещает Экзистенс, запереключает на ВП, замещая своего оппонента, и это 11-й раунд для команды Фнатик. Это ты про кого вспомнил, NinjaFoodDS? Я забыл, с кем это матч. У них был матч, там где Скиттен играл в этой команде, я точно помню, такой игрок. Какие-то шведы, какие-то шведы, там даже этот читер, по-моему, играл. Еще и Мильо, мне кажется, в том шведском составе. Но я могу ошибаться. В общем, это был Дримхак, но при этом Дримхак, по-моему, там 13-го года, какой-то летний, или 12-го года, не, не 12-го, нет, даже 13-го года Дримхак какой-то. Летний Дримхак 13-го года, вот так вот. То есть это еще не Мейджор Дримхак. Выход, тем временем, окандует Фнатик на центр, сделали неразмену, и Дизанс убивает Лушу. Но это инфан для Фнатиков. И Фнатик в каждом раунном становится сильнее. Кеннис убивает Кримза. Выход на точку А. Маньяк посажен, и напоролся на Олаф Мейстера. Кеннис не промахнулся. Пронакс погиб, ситуация 2-2. Кеннис начинает целевать дверь, меняет свое место в положение. Забирает ЖВ. Это было важно. Это было очень важно. Олаф Мейстер с Эмкой начинает нашивать. Бомба лежит. Бомбочка-то лежит. Флешка от Олафа. Экзистенс. Вдалеке. На халпе. Потащит ли Олаф Мейстер подобный раунд? Олаф пытается забрать бомбу, понимает, что снайпер возможно контролит. Оп, бомба взята. Перепрыгнул на плент. Можно ставить. 30 секунд. Титаны слышали. Олаф Мейстер. Один против двоих. Но проблема в том, что если сейчас убьет Экзистенса, а у Кенниса ВП. А ВП такой девайс, который жесткий, сильный, хороший, но если промахнулся, Габелла. Олаф. Замещает Экзистенса. Экзистенс. Извините, Кенниса, прошу прощения. Оговорился оговорочка. Олаф. Гигл. Как же рискует Олаф Мейстер? Забирает Кенниса. Бомба стоит. Экзистенс. Экзистенс выходит. Олаф Мейстер. Все-таки этот раунд отдает капитану. Нет. Дефузов. Что титаны отдают? Что творится? Что происходит? Счет становится 13-12. Ну, как вот это объяснить? Как объяснить такой матч, такую игру? Вот в натике уже на грани, на грани провала. Там, титаны должны брать эту игру. Но все-таки вот это какой-то чемпионский подход, чемпионская удача. В какой-то момент просто берут невероятно важные раунды и просто комбатч. Ну, опять же, в истории любой команды, которая становилась чемпионом, есть вот такие вот моменты. И у Na'Vi в 1.6 у нас было так тоже, как когда мы уже на грани были. Там на ESVC 2010 года. Просто чудом попадаем, выходим из группы и берем турнир. Нипов, у Фнатиков, у всех. Агитансов это один против одного флуша делает минус. 13-13, дорогие зрители. Быстро играют команды Фнатики, четвертой раунд. У Титанов нету денег. Но они почему-то покупают. Они рискуют, Фамасы, Кеннис АВП. 5-7 у Апекса. Живи с АВП. 4 АК 47-х. Но это принципиально важный. Самый важный. Если Фнатики берут 14-й, опять денег еще будет меньше. У Кенниса, если сейчас есть АВП, то в следующем раунде его не будет. Но это 15-й, и Фнатики уже, наверное, возьмут до конца. Это единственный момент сейчас для команды Титан. Скорее всего, если там не будет какого-то маленького чуда в следующем ЭКО. Единственный момент для команды Титан, когда они могут все-таки взять себя в руки, взять 14-й, потащить 15-й и все-таки победить. Ну или хотя бы к допам свести. Как-то так. Пронокс. Открывает двери. Апекс слышит. Прилетает флешка. Коктейль Молотова. Два игроков команды Титан. Принимают близко мейн. Один вдалеке. Выдали меня очкам. Кринф ловит флешку. Врыв от команды Титан. Подловили. Апекс. Берет. АК 47-й. Попадает в живи. Хэршот. Начинает нашивать. Не рискует до конца. Все-таки команда в преимуществе. Кейнис. На испуге. На испуге. На испуге игрок команды Титан. Французы стараются. Французы хотят победить. Собственно, вот этот фаззум от Кейниса. Даже не фаззум, а просто выстрел своего. Он дал понять, что ребята хотят выиграть. Апекс. Вентиляции. Стреляет с лоффмейстером. Флуша убивает маньяка. РПК сверху. И все-таки Титаны сумели взять 14-й раунд. 14-13. Титанам нужно еще два. У Фнатиков по деньгам все хорошо. Покупает АК-47. Но, как всегда, есть маленькая, но, дорогие зрители, если Фнатики сейчас возьмут все-таки 14-й, 15-й, скорее всего, достанется бесплатно. При условии, если они отстрелят всех. Титанам тогда добавят 1400 долларов. И у троих Титанов денег не будет вообще. У Экзистенса будет возможность купить ФАМАС. У РПК будет возможность купить ФАМАС и первый армор. Живичка подлавливает Апекса. Что дел игрок защиты? Ну, такой открыт позиции, без смака, без ничего, без клпы, без снайпера на центре своего. Я не знаю. Ну, если чекать, нужно как-то минимальный угол выбирать. Апекс просто загулял по центру. Стоял, ну и Живи в этот раз не промахнулся. В итоге Фнатики в большинстве. Титанов один отъехал. Олаф Мейстер чекает вентиляцию. Знает, что французы могут подсадиться сюда. Хотя, как они могут подсадиться, если Квинс под вентиля? Уже никак не могут. Поэтому Олафу нужно бросать точку и, возможно, заниматься какими-то своими вещами. Пронакс. Заказ 47-й. Чекает миттл. Кеннис за дверью. Фнатики начинают зажимать один из плентов. И это плент B. Экзитанс основной. Опять же, капитан команды основной. Только что, ну, недавно мы с вами его немножко критиковали, потому что не тот игрок, который должен играть основной роль на точке B. Моментальный хэдшот. Экзитанс погибает. Кеннис должен сейвить. Маньяк должен сейвить. Проблемы с экономикой команды Титан. Им ни в коем случае не нужно умирать. Ни в коем случае. Выходит вперед. Извините, временно ничья. 14-14. Сеня, вот я не могу понять, противник слышит, когда ты переключаешься на пистолет или перезаряжаешься. Нет, противник не слышит, когда ты переключаешься на пистолет. Противник слышит, когда ты перезаряжаешься. Вот, когда прицелишься в ВП, это слышно. Да, и зум тоже слышно. Когда ты переключаешься на пистолет, противник не слышит. Противник только слышит, когда ты перезаряжаешься. Кеннис на террорском респауне. Три игрока у команды Фнатик. Шведы прекрасно понимают, что нужно отселить всех. И нужно сейчас потратить все силы. Потому что если вы сейчас отстреливаете в следующий раунд, то вы, скорее всего, получите бесплатно. Кеннис умирает. Сделали киллы Титаны, но эти киллы не выручают. 14-14. Три игрока у команды Титан могут купить. Два игрока не могут купить. И вот что сделают Титаны. Например, Энвиасы какие-нибудь в такой ситуации сделали бы бай. Нави, наверное, бы в такой ситуации сделали бы бай, скорее всего. Фамасы ЦЗшки. С другой стороны, Эко. 15-й, скорее всего, идет Фнатиком. Но напоследок Титаны за сильную сторону зацепятся. Наверное, стабильнее, да? Все-таки в такой ситуации сделать Эко. Потому что вы за КТ. И с хорошим оружием шансов должно быть побольше. Взять 15-й, свести на допы, перевести дыхание. И там можно на допах... Ну, на допах, сами другая игра. Разыграть, в общем, на допах. Лохмейстер рывается на халпу, забирает маньяка. Но дело в том, что чем ближе к допам, Фнатики просто уже понимают, что, блин, кому мы отдаем? Мы же играем намного лучше, жестче. Теперь Фнатики просто набирают уверенность с каждым разом. А Титаны, вот ту уверенность, которую они набрали в первой половине, они ее теряют просто. Теряют, теряют с каждым разом. В итоге 15-й раунд уходит в команде Фнатика. Апик Суспека. Апик Суспека. Боб взрывается. Флуша. Флуша убивает своего оппонента. Ну что? Хороший бой у одних, хороший бой у вторых. Возможно, даже ВП будет. Два ВП. Экзистен взял снайперскую винтовку к себе. РПТ перебросил ВП Кеннису. Получил взамен эмочку. Ну что? Момент истины. Допы или победа команды Фнатик. Причем у Титанов был хороший шанс закончить эту игру намного раньше. Но Фнатики есть натики. Аллахмейта. Не ожидал такого решения. Интересно, сыграем Титаны. Кинули сами под себя Смок. Ну это такая отточенная комбинация. Совет каждому из вас. Как нужно осиливать снайпер на центре подсаженного. Башенка. Башенка в Смоке. И вот Эгелов вообще не понял даже откуда его убили. В преимуществе парень с команды Титан. Фома Сэм. Как раз то решение, которое нужно было сейчас Титанам. И они его реализовали. Отличная работа. Контроль карты от команды Фнатик. По-прежнему пытаются законтролить. Пытаются затащить. Пронекс АК-47 играет. Возле дверей Кинес траншеи. Кинес чекает себе позиции. Игрок с бомбой заходит в дверь. Экзистенс. Откидывает флешку на центр. Под нее пытаются прочекать. Ослепил! Какой фасум! Экзистенс убивает живишку. Кринс в этот момент забирает траншеи. Кинес погибает. Почему-то не ожидал инвентрум. Но вот Апекса на пленте могут не проверить. Апекс выходит. И все-таки забирает Кримза. Ситуация 2 в 4. Тем временем выход от остальных ребят на точку B. Апекс проверяет позицию. Но пока что Танн об этом не догадывается. Флуша. К АК-47. Пронекс. К АК-47. Флуша. Действует. Чекает плент. Апекс. Вдалеке за ящиком. Апекс. Выходит. Фрейд. Забирает пушку. Пронекс остается 1 против 4. Играется К АК-47. Пронекс. Выходит из лентрума. Замечает Апекса. Вешает хэдшот. Играет дальше. Вынужден ставить бомбу. Погибает в спину. 15-15. Дополнительные раунды, дорогие зрители. В противостоянии. Фнатик против Титан на карте Декэш. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Кеннис с АВП. Экзистенс с АМкой. РПК с АМкой. Маньяк с АМкой. Апекс тоже с АВ. 5 АК-47 у команды Фнати. Кеннис. Чекает мидл. Видит ангар. Летает хэшка. Кеннис. Чекает центр. Два игрока с бомбой. Находится в мейне. Есть игрок в дверях. Маньяк. Чекает мейн. Пронакс. Музыка не играет. Показалось почему-то нет. Вроде бы все нормально. Титаны в защите. Фнатики продолжают нас атаковать. Не знаю для кого это даже бонус. Скорее всего наверное для Фнатикова. Потому что они почувствовали свою атаку. В принципе знают как действуют Титаны. И наверняка вот мне кажется, что Фнатики выиграют сейчас 2-1 в первой половине. На допах. Вот такое мое предсказание. Теперь проверим сбудется ли. Маньяк. Отвечает за мейн. Три кракова команды. Титан. Принимает точку А. Ну а тут выход на центр. РПК. Откидывает по тебе смок. Тем самым эту позицию не за коктейли. Кстати, хорошее решение. Классный смок от РПК. А такой читерский. Читерский смочок. РПК здесь не видно. Запомните. Круто. Забрал одного, забрал второго. Рушу и Пронакс. Вот кстати. Фишечки. Фишечки показывает команда Титан. В последних раундах основного времени. И теперь на допах. И эти фишечки работают. Вначале отстрелили у нас алофмейстера. Помните? Подсадочков смог. Теперь смог от РПК интересный. И в итоге он из-за него сделал минус 2. 16-15. Титаны выходят вперед. Фнатики вроде как контролили карту. Сделали все правильно. Кстати, выходили именно туда, где у Титанов было меньшинство. Но смог РПК не дал выйти на мидл. Он легко и просто забирает своих врагов. А в АП у Кенниса. АК 47 экзистанса. У Фнатика все хорошо. Опять АК. Допы у нас по 3 раунда 10 тысяч. Стандартные старые правила. Теперь, кстати, таких правил практически нигде нету. Везде выбирают другую систему. По 3 и 16 или по 5 и 16. Но тут почему-то старые правила. Кримс. Погибает. РПК. Радует своих болельщиков. Делает минус 2. Остается Флуша и Пронакс. Дверь про четверых. Пронакс с бомбой. Ушка в Вентруме. Ну и, наверное, мой прогноз не сбудется. Фнатики, с одной стороны, знакомы с Титанами. Но, с другой стороны, Титаны очень классно подстроились. То есть, вот, видите, насколько важно, вот, даже не мотивация, а моральный дух. То есть, вот, Титанам, судя по всему, нужно было зацепиться за эти допы. Вот, они проигрывали, проигрывали, проигрывали. И в какой-то момент, наверное, уже бы проиграли. Но вот, нашли в себе силы, вернулись. И вот эти допы, счет 15-15, наоборот, придал им силы. Какие-то новые мысли появились в голове. И немножко все меняется. Теперь уже Титаны переламывают своих оппонентов. И, возможно, победят на дополнительных раундах на карте ДК. Дживи на центре. Начинает нашивая диапекса. Попали неплохо по Дживи. РПК занял девятку. Человек отбежит позицию. И флуж погибает. Возмен. Кримс убил все-таки РПК. Маньяк со Скаром. Играет на точке А. В дверях у нас перемещается пронос. Как всегда, открывает двери. И вот, что самое главное, маньяк сейчас этот момент упустил. Однако здесь Дживи начинает напрягать очку Б. Погибает Экзистенс. И Пронукс по инфе своих тиммейтов решил ради выходить. Вентиляция. Спустился Апекс. Собирает Лофмейстер. Ким сделать размен. Ситуация 2 в 3. Кеннис с ВП и Маньяк со Скаром. Не самые лучшие девайсы, чтобы выбивать плен Б. Тут, конечно, нужно четко попадать. Кеннис опер. Такой open фраг делать, наверное. Вот такой вот. Такой фраг нужен был обязательно. И, блин, Кеннис дважды промахнулся. А, насколько нам всем известно, Кеннис дважды не промахивается. Что случилось? Скорее всего, это не Кеннис. Маньяк. Флэф на девятке. Приходит. Придает на шею. Кеннис забирает нас в Дживи. И вот, кстати, этот таунт могли все-таки взять Титаны. И они, возможно, его возьмут. Кеннис! Трипл килл. В очень важной ситуации. Есть диффузы 18-15, дорогие зрители. Титаны выигрывают в первой половине. И остается один за атаку. Один за атаку. Вот в чем загвоздка. Посмотрим, смогут ли. Смогут. 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 Ну что, друзья, товарищи. Всем привет. Я вас приветствую. В очередной раз. Давненько не виделись. Буквально сколько мне не было. Минутка. Минутка вторая. 15-18. Фнатики проигрывают Титаном на допа карты кэш. Вторая половина. Фнатикам нужно взять три подряд. Фнатики те ищут перцы. Они могут. Прилетает смог на центр. Пронак отвечает на запасачку. Халдят Титаны. Играют довольно-таки аккуратно. Не торопятся. Один раунд. Французской команде. Бомба лежит перед мейном. Дживи. Готов принимать мейн. Откидывает смог. Хороший тайминг. Соответственно. До минуты. Могут выйти. Но правда террористы тоже кинули свою смоку. Видимо. Хотели у нас ребята под него что-то сделать. Финис. Оценивает Олаф Мейстра. Фнатики в меньшинстве. Титанов больше. Причем по ХП у Титана все хорошо. Никто Олафа не разменял. Никто даже не попал сильно по игрокам. Кландит Титан. Начинается раскидка на центре. Плетает коктейль молотова за пристроечку. Апекс. Выходит. Перестрелка. Пронакс на размене. Апекс забрал служку. Пронакс пытается дальше стреляться. Эгзитанс живет. Хорошие преимущества у Титана. 4-3. Бомба в ангаре. В этот момент под вентиляцией. Кримс перестреливает Эрпикея. 3-3. Кримс откидывает гранаты. Там у нас слепой игрок команды Титан. Кримс. Вентруми. Замечает одного. Второго. И немножко не ведет Кримсу. Должен был делать он свой фракт. Он не попадает в бок. Эгзитанс откидывает коктейль молотова. Отвечает за вентиляцию. Бомбу можно ставить. Подошел на фракт у Пронакс. Критает коктейль молотова. Пронакс ничего не видит. Обезвредили. Пронакс. Будет ли тратить свой смок? Куда? Вопрос куда? Дживи с АВП. Пронакс с Эмкой. Титаны в одном шаге от победы, дорогие зрители. Пронакс. Момба стоит. Пронакс на девятке. Пронакс не вылазит. Фнатик понимает, что нужно действовать. Сейвить уже не вариант. Они проигрывают. Пронакс. Выходит. Его убивает Кеннис. Дживи остается 1 в 2. А, Титаны знают, откуда пойдет основной снайпер команды Фнатик. Дживи. Что он сделал? Поменял. То ли что? То ли что? И в итоге победа французской команды. Поздравляем, Титаны. Очень важная победа в плане морали, в плане мотивации прежде всего. Да, на лигу ESL One они не попадают, но при этом они обыграли сегодня Na'Vi. Они обыграли сегодня Фнатик. Большой респект французской команде. Следующий матч совсем скоро. Не переключайтесь.